сладко вот здесь вот есть вот так вот надо аккуратно ты он набери этот камели можно ну у тебя там есть он и там есть много можете собирать можете курс сколько влезет вот еще смородина есть если что вон если любите смородину клубнику все кушайте собрал иван найти вам этот землянику не идем здесь вон на троих поделите попробуй вкусно аккуратно вон она и камиле тоже чего вкусно отличается вкус да она там с той стороны но вот у меня дом у меня тут на участке 2 а дома вон они идут все вот есть отдельно стоящие вот отдельно стоящие 5 миллионов рублей стоит такой стоит там три с половиной миллиона есть вот такие на две части разделенные дома тут у всех есть участки у всех теплицы сады тут у многих вот эти дома вообще как садовые даже они приезжают здесь чисто отдыхать и это здесь в общем-то обычные люди все могут себе позволить это не считается здесь каким-то богатством обычные дома вот в таком формате вот продаются готовые дома у нас есть и газ электричество интернет все под землей проведено проводов никаких нету везде уже управляющие компании есть школу вам построили это я живу в обычном пригороде это не какой-то там элитный поселок там есть элитные поселки там намного круче есть места это просто обычный район пригород у меня даже называется где я сейчас живу это село мы живем в селе вот 26 июня двадцать третий год на улице плюс 15 18 играет вышли прогуляться увидели тут розу сейчас покажу наша роза смотрите какая красивая вот такая вот роза это плетисто таких вот стойках у нас ты лучше затолкали а то она будет валяться так вот как было вот так и сюда заверни вот чтобы он держалась держать о хотя бы так мы тут сейчас заметили что все наши розу начинают в рост идти до этого они по походу корневую развивали такие как будто замерли а сейчас везде идут в рост там вот идем покажем еще показывали или нет тут есть вот вот такая вот здесь вот такая роза черная магия и тут видите вон они все в рост пошли также повторно будут бутоны тоже будут вот свести тоже в рост пошли пока вот этих холода розы у нас идут в рост сейчас вот мы пройдем дальше там покажем еще розочки у нас полетисты там есть здесь тоже все потихонечку в рост вон там вдалеке которая ну прохладненько да на улице ветер такой вон да показывай такая какая-то осенняя блин обстановка вот аромат идет сразу чайный вот это как будто чайный вот так ну-ка оу так это мне нравится вкусно пахнет вот цвет мне нравится вот этот просто вообще такой нежный оранжевый цвет у них так интересно когда не только распускают оранжевый цвет а потом они такие бело-розовые становятся ну их много-много будет вон вот с этой стороны ты смотри тут вот прям вот с оранжевым таким цветом очень красиво да ну эти вообще классно они прям этот и не большие и не маленькие ну тут тоже . цветут он розовая да прикольно и тут еще они прикольные то что поэтапно да раскрываются не сразу и вот эти вот они кстати долго держатся сколько у нас там внизу держалось пошли дальше покажем еще одни большие такие розовые там вот держат тоже вот эти вот разные они уже больше месяца да? целый месяц держат офигеть но они уже по идее должны завязать с той стороны там еще есть хорошо держатся вон там но они уже все вот это прям в рост пошло да так прирост такой мощный тут у нас уже это розы и дождь был там да вот один раз такой хороший и холода морозы сегодня уже и холода морозы что только не было и вот они все стоят да бутоны держатся короче все нормально вот наша пальма тоже ива все потихонечку у нас уксусник мы пальму называем и вот эту иву да и пальма пойдем сейчас короче гулять вот эти вот такие показатели да актинидия лимонник моя ладошка да вот они начинают плестись наверх а здесь еще большие они как у них вот это прям ну еще больше чем на ладонь здесь у нас в общем разрастается потихонечку тут ирга растет ива отжигает сколько мы ее не резали да в этом году вообще коротко ее да порезали чтобы и сирень видно было и она вот все равно взяла свое еще больше выросло все пойдем короче погуляем одновременно и холодная и жарая короче ни то ни еще вот сейчас вот сосны точно сосны да запах сосен короче идет сосны мы думаем что за аромат такой какой то вот уже пару дней очень сильное это запах сосен они начинают выделять вот такой какой то как сок сладкий вот этот смола по ходу дела это смола как раз таки вот этот запах и дает вот еще у нас пальмы наши вон черенки все растет все растет вот еще тут вот мы недавно посадили сейчас вот эти перерастаются надо полить это пальма прям пошла да уже смотрит и начинает тихонечку свисать красота вот такая вот а потом через год она наверно вот такая вот да ну 27 23 год июнь а вот сегодня плюс 20 наконец-то хоть чуть-чуть тепло маленькое ощущение уже есть лето выходишь во двор и просто великолепно как на базе отдыха толстов коль какой-нибудь ветер ветер с моря дул ветер с моря дул нет толстовку тепло но ветер птички вон песенки поют все цветет и пахнет запах такой офигенный вот уже четвертый день мы все думаем ходим от чего именно вот этот запах пока что решили по ходу дела сосны что-то там у них происходит выделяет смолу или еще что-то прям такой насыщенный запах какого-то не знаю леса очень-очень ароматно пахнет хорошо когда есть свой сад выходишь как в парк не зря мы все это делали столько трудов вложено и они вот как раз для таких моментов выходишь и наслаждаешься да оль жизнью сейчас мы там блогеров смотрели старые блогеры которые еще много-много лет но которые уже старые да ушатали себя так что в общем вывод какой хочу сказать спустя много лет моего блогерства и других блогеров когда блогерство началось там очень много людей вот сумасшедшие какие-то видео что жизнь сумасшедшая короче там тусовки шляндии всякие у многих на тот момент многим казалось что это классная жизнь там в итоге сейчас спустя там много лет результат те люди которые не создали семьи не вели себя как бы в сторону семейных отношений дом дети вот это вот они все какие-то стали алкаши на реке зататуированные конкретно долбанутые на голову люди просто какие-то блины бессмысленные люди с которых вообще пример даже и тогда не надо было брать но многим тогда казалось что это круто надо также сумасшедшего быть такими же блогерами и тогда многим казалось это классно но я тогда еще понимал что это неправильно нужно понятно что ты блогер но нужно не забывать сначала семья дети вот эта вся история нужно дом делать вот строить сад огород вот это все и ты сейчас сидишь и кайфуешь от того что насколько это весомо авторитетно круто и на них смотришь блин опустились там ниже плинтуса многие так блогеры сейчас них брать пример вообще просто бессмысленно что я и предполагал и вот я сыну также объяснял что блогерство это конечно хорошо там популярность но это не основа жизни вот так популярность это не основа жизни да помните в основном все популярные такие очень сильно популярные люди они несчастные люди у них там круговорот вот этот вроде в круговороте каких-то денег сумасшествие но у них нету спокойствие вот это просто обычной спокойной жизни нету так что быть популярным не всегда хорошо популярность это деньги но нужно баланс уметь держать если не туда уйдет твоя популярность все ты потеряшка по жизни будешь многие блогеры вот так потерялись они все там какие-то долбанутые каждое второе слово мат какие-то поступки все непонятны у людей вообще не красиво не культурно себя ведут ценности ноль шутки такие уровень детский сад шутят татуировки вообще места не осталось у людей вот они думают как бы перекрывает себя вот этим всем не семей не детей если семьи они разведены вообще блин сумасшедшие кому-то он камаз какой-то едет чего-то по ходу ведет а мы соли сейчас прогуляемся по нашему саду смотреть кому чего там везут песок так больший груз какой-то везет песок кто-то наверное во дворе плитку делают на камазе кому-то вон движуха вот люди строят жизнь вот это нормально сегодня вон солнышко и у нас сад великолепно выглядит можно выйти ничего не поделать не надо бегать там кому-то чего-то доказывает что ты до сих пор герои популярны нет никакого сумасшедшего дома есть вот семья дети сад огород родителей все офигенно вот и весь расклад и между делом ты блогер еще сейчас решили чуть-чуть по огороду дела поделать во дворе еще по убираться в беседке сейчас покажу тоже уборочку затеяли мы хотели пролить хорошенько чтобы вот земля прям напиталась водой вот закинули потихонечку все растет горох уже кушаем помидорки начинаются огурцы в принципе тоже уже скоро начнется оля там чуть-чуть пропалывает придумала себе задачу и сейчас что мы делали я короче здесь все это дело замыл пока он закинул шланг здесь тоже деревья вливаются и вот наша беседочка ребята тут у нас специально есть лежаки куплены в метро покупали на них мы уложимся и загораем когда хочется беседка у нас мощная прям бункер а не беседка состоит из кирпича часть дерева кровля как у обычной стандартной крыши ну дом вот она такая основательная серьезно и очень серьезное остекление специальным бронированными стеклами чтобы короче они не лопнули и от удара тоже не сломались и у нас получалось такая получилась такая здоровенная беседка вот после зимы все времени не было ее открыть да и в принципе она пока не нужна была потому что у нас какая-то затяжная весна вот буквально только сегодня более-менее тут как-то тепло ждем когда будет по-настоящему тепло но уже сегодня вот ощущение есть сейчас чуть-чуть вот облака но если они уйдут на улице уже в принципе жарко зачистка конечно же открыл это все дело давайте остановлю чтобы остановиться вот открыл короче двери мы специально делали беседку чтобы можно было в две стороны открыть и можно было туда затаскивать вытаскивать какие-то там гриль диван чего-то у нас есть вот такое приспособление с головой вылетела тандыр есть также гриль такой вот американский гриль бройл кинг называется есть и внутри коптильна это я сейчас гриль мы на улице шлангом все промыл он уличный его можно прям водой фигарить он может под дождем стоять газовый вот но я это все короче выкатил все здесь зачистил после зимы за пролил короче водой я сделал так что здесь под уклоном и там идет трап и здесь у нас трап короче везде в хамаме также я могу вообще везде ходить шлангом поливать и вода вся будет уходить в канализации ну здесь тоже короче поливаю водой хочу еще керхером пройти потому что такой небольшой слой не очень красивые получаются когда покрывается пылью потом ходим и плитка приобретает такой темновато чуть-чуть оттенок в действительности плитка намного светлее здесь тоже еще керхером не проходил после зимы только с той стороны дома но шлангом я в любом случае это все промываю чтобы мы могли босиком ходить виде и здесь тоже в общем все промыл все уходит у нас в трап и уходит в канализацию вот такая беседка более подробненько я по ней потом еще сниму тут у нас как панорамные такие окна стекла в пол вот сделаны чтобы видно было сад наш но тут знаете что тут получается тут еще кстати у мамы диван был она собиралась выкидывать я говорю ладно мамам не выкидывай не другой купили этот уже много лет и грудала пока поставлю сюда здесь у меня дочка с подружками приходят заваливаются на диван здесь всякие разные делают подделки чего-то тут столы тоже у нас есть разные тоже все шлангом помыл это все они выдерживают это все дело и тут в общем пока что не оборудовано основа готового беседка все готово я здесь хочу сделать печь короче но не русскую печь потому что чуть я подумал но его нафиг это все городить бессмысленно и пользоваться не будем сделаю обычный как бы печь стандартную прямую чисто делать шашлыки вот все столешница все тут у меня и получается и канализация и вода подведена электричество и трап есть в общем все есть ну естественно вот этому все отсюда уберем тут будет печь здесь поставим красивый стол пока что беседка она такая знаете служит вроде и беседка и что-то там сюда закинуть между делом вот можно в кресле посидеть кресло моего отца лет десять этому наверно дивану может быть больше папа в нем сидел теперь у него другое новое кресло подороже вон в него сидит но это очень и очень такое удобное садишься короче в это кресло оно просто бомбическое вот и чувствуешь себя хозяином там у нас в ту сторону двор выкатил вам газонокосилку тоже там он стоит пока здесь мыл а так я сюда газонокосилку закидываю короче беседка у нас пока такая полу хозблок полу беседка полу и не знает дом я настолько сделал эту беседку основательно что это дом вот реально это просто дом здесь можно провести отопление сделать и в принципе все отлично тут двойное вот это стекление стеклопакет мощный вот крыша кстати там утепленная специально ее утеплил чтобы у меня здесь не нагревалась и если на улице жара пекло то у нас здесь как будто кондиционер включен настолько здесь прохладно вот электричество все есть осталось только еще газ провести в принципе это у нас будет отдельный дом можно вот сделать здесь жить в общем я если честно перестарался сделал так сделал короче но скажу вам так не надо сильно стараться потому что если вы из беседки делаете дом то он уже дом и как беседку очень сложно уже воспринимать это получается даже не очень хорошо короче здесь есть и плюс и минус плюс был в том что здесь от ветра все закрыто я хочу сделать печь и в любое время погоды я могу сюда зайти и сделать шашлычка минус то что здесь уже стает не по беседочному вот нету сильного как бы вот этого вот ощущение как будто ты на улице все-таки ощущение как будто ты сидишь дома просто двери открыл с окнами вот но хочется вот оливы здесь не совсем нравится короче это не совсем то место где можно прям чистом типа чай пить на улице ощущать себя вот это ощущение этого нету так что если мужики вы строите беседку своим женам не перестарайтесь потому что мужики в итоге построят дом нужно это как-то контролировать поэтому я сейчас буду строить там еще тему сейчас покажу всем вот так вот двери открываются в две стороны но я сейчас хотя бы это все дело открыл подготовил и в принципе здесь детишкам сидеть хорошо они все прошлое лето здесь зависали здесь был всякие разные пикники бисер плели там здесь прохладненько им хорошо сидят здесь кричат никому не мешают тут офигенный свет у меня вообще проведен в общем по кайфу местечко но не по беседочному вон там ведь как веранда волю хочет именно веранду поэтому сегодня 4 постоял подумал наверное я здесь сделаю волю веранду чтобы мечта сбылась она постоянно говорит ну построил ты конечно круто но мне нафиг не надо это я не хочу типа там сидеть ну потому что там типа во первых слишком прохладно и там ну нет этого осени который она хочет она хочет типа на ветру чаю попивать там вот так вот по летнему чтобы было так что я говорю сейчас я буду делать вот эту беседку ты сдерживая это все как-то потому что я могу перестараться я уже короче начал смотреть эти беседки веранды как делать думаю так и сяк а потом как-то надо чтобы ветер задерживать а вдруг будет ветер надо какое-то остекление или как-то закрыть это все то еще все о воле мне говорит ну вот опять построишь дом просто просто веранда блин давай горит максимально просто можешь так я говорю сейчас подожди я соберусь и сделаю максимально просто в общем что я решил вот до окна до трубы высота вот как вы видите вот это это останется под верандой терраса короче терраса веранда и сделаю вот примерно до вот получается до сюда вот где начинается вот эта беседка чтобы она ее здесь не перекрывала вот как бы и вот до сюда вот так вот оттуда во все будет вот так сделаю полностью веранду и террасу как это ерунда называется не знаю стойки как у веранд бывают такие вот как кресты вот где перила все будет открыто крышу сделаю естественно такую же нормальную хорошую крышу потому что не буду делать вот эти вот поликарбонаты непонятные на чек они нужны нормально как бы основательно вот прямая со склоном сюда чтобы мы могли выходить из дома и сидеть на веранде и на веранде я думал с двух сторон туда сделаю выходы будут лесенки а здесь уже наглухо закрою но естественно будут на стойках внизу будет открыто все будет проветриваться в общем максимально ее воздушную сделаю такую прозрачную в общем чтобы она не была громоздкая легкая и чтобы оля могла выходить здесь чай попивать тут будут березки шуметь деревья вырастут и у нас будет здесь ощущение как будто мы где-то в лесу находимся когда вот деревья вырастут вот тут короче буду делать и вот так вот навес сделать хочу так чтобы все было прозрачно газончик все так же снизу оставлю это останется внизу просто ну как бы фиг бы с ним и все вот эти все деревья вырастут и вот эта веранда у нас терраса будет ощущение как в лесу сидеть птичек слушать всем классно будет а чуть-чуть вот так вот так что когда строите вот строить будем вот сейчас покажу вот у соседей вот ну вот что то типа такого только по длине и будет у нас все дело в общем не перестарайтесь ребята а так наша беседочка смотрится очень очень круто цивилинга дорого и богато но не всегда хорошо когда все так именно теряется ощущение вот смотрите если начинается какое-то застекление в принципе к этому дому мы тоже же пристрой сделали вот ну тут как бы сразу запланирован был зал вот но как только ты это все делал застекляешь у тебя получается дом и хочется из дома выйти опять на веранду а там из веранды опять на веранду так можно соседям построить все вот так поэтому если слишком наглухо закрыто застекление за шторивание какое-то то все вы как бы получите опять дом так что будем делать в этот раз что-то попроще